Всем привет ребятки! Двигаемся в Барнаул. Осталось до Барнаула сколько? 116, меньше 60 километров. Потом поеду я в Павловск. Там будет первая выгрузка, потом в самом Барнауле еще две выгрузки на Паулики и на Силикатно. Дорога нормальная, у нас похолодало на улице минус 7 примерно. Все, снежок начал сыпать. Сегодня я ездил в Кемерово. Машина вся грязная, как чисто. Фары протирал раз десять. Раз десять наверное уже отца задолбало. Сегодня короче у меня рейс немного веселый. Я еду, я не один. А че ты птички прячешь-то, а? Напросился сын со мной в рейс. У него каникулы. Как вы видели по видео, у него были турниры. Турниры, два турнира они, вернее один турнир. Играли. У них было четыре игры. Две игры я записал на двух, я присутствовал. Я как раз возвращался с Барнаула. Они играли на арене 300. Ну вот получилось всегда снять, поснимать игры. Ну вот как-то так вот прем настроение. Нормальная, огонь. Набрали к хавке полную машину. Откармливать ребенка, а то дома мамка не кормит нифига. Все, кашки да малашки. Нет, чтобы мясо дать ему. Да, Степан? Да. Мясо надо есть, да? Да. Че эти каши, блин? От них толку никакого. Вот, в общем, как вот так вот, а? Как вот так вот, а? Итак, ребята, двигаемся дальше. Вышел я уже на широкую дорогу. Нормально продвигается. Вот, че хотел сказать, какие новости. Что с грузовой машиной? В основном опять мелочевка, все мелочевка. Стартер в мозге делал. Ключ поворачиваешь, а он не щелкает, никаких звуков не издает, ничего. Просто молчит. Причем чиркаешь, чиркаешь, ничего не происходит. В общем, отвез, снял его, отвез ремонт. Казалось, залив пятак один. Ну, немножко подгорел. Вот, далее, что было? С автономкой. С автономкой. Хотя нет, по порядку. Будку я зашил, значит, закрыл арголитом крышу. Он у меня тентованный, я закрыл арголитом. Вот, вместо клепок, клепки срубил. Сделал эти. Трос пломбировочный протянул. Вот. Потом, что сделал? С автономками теперь. Что меня делает? Как меня мучают автономки? Значит, первое. ПЖДхо. На ПЖДхе, когда началась осень, уже ближе к зиме я ее проверил, она нормально работала. Запустилась. Потом, я, значит, попробовал ее еще раз запустить. У меня вылезли ошибки. Индикатор пламени и датчик перегрева. Датчик перегрева. В общем, я их поменял, эти датчики. Индикатор я поменял. Я, наверное, сейчас сделаю еще вставочку, как я менял. Смотрю, сейчас осталось, не осталось это видео. Вот. Значит, что дальше? Поменял я их. Все начало нормально работать. Поработала она буквально, может, вечер. Я ее не пользовал. Вот так как она не нужна была еще. Сейчас ее попробовал запустить. Видите, у меня в лазе тоже ошибка. Температурный датчик. Надо будет его теперь отсверлить. Отсверлить и поменять. Влага они у меня есть, как бы. Я их покупал в паре. Оба сразу не стал менять. По той причине, что, когда я заканчивал замену первого датчика, уже было темно, уже смеркалось. Как бы в одного лазить с фонариком было не сильно удобно. Надо хотя бы, чтобы второй человек сидел и светил. Подсвечивал. В общем, поэтому не стал как бы заменять второй датчик. Хотя, да, я знаю, они меняются в паре. Мне кто-то с парней говорил, с товарищей, не помню кто. Ну, в общем, буду менять их. Далее. Сухой фен. В сухом фене у меня пульт-крутилка идет. Я его сломал. По дурости, по тупости, по своей. Вот, я его сломал. Решил купить пульт себе электронный. С кнопочками, с циферками. Все, я его пульт соединил со жгутом. А вот теперь жгут не могу соединить с автономкой. У меня получается 3-киловаттная автономка. Планар. Не знаю там название ее модели. Я не лазил, не смотрел, по-моему, даже шилтика не осталось. В общем, суть в том, что подключаю по распиновке, по той, которая на схеме идет. Нашел схему, подключил по схеме. И ничего не получается. Автономка молчит, пульт молчит. Дальше не загорается. Так что не могу найти распиновку, не могу найти нормального автономщика, который у нас этим занимается в Новосибире. Одного дядьке номер дали, я ему позвонил. Он говорит, я, говорит, не могу тебе сказать, получится, не получится. Я, говорит, это не делал ни разу. Обманывать, говорит, не буду. Поэтому, если у кого-то есть распиновка или кто-то делал данную операцию, дайте, пожалуйста, ребят, или ссылку, или еще как-нибудь ВКонтакт напишите. Покажите, как оно там делается. Как, что? Чтобы можно было подключить, а то автономка работает в одной паре, как-то неудобно. Когда тепло на улице, в машине жарко. Пока холодно еще не было, добавлять не приходилось. Так, что драгу. Поставил я себе наверх туманочки обычные, асваровские, на заместо лампы этой идиоты в палке. Светят они теперь вот так вот. Я, по-моему, показывал в каком-то из видео, то, как они освещают. Степан, спишь? Нет. Надоело? Ехать. Ехать. Что, нравится? А? Нравится? Машину-то будешь помогать ремонтировать? Да? Вот, растет поколение. Лучше пускай в хоккей играет, удовольствие получает. В общем, так же, как мотается, будет гораздо лучше. Вот тем временем. Волова. Смотрите, как охренительно светят. Я поставил две, а сейчас надо будет еще две поставить. Одна туманка у меня есть, но на ней желтое стекло. И на ней сломан этот кронштейн крепление. Надо будет кронштейн новый сделать. Там не сложно. Не знаю, либо два уголка как-то взять и соединить вместе, либо просто этот V-образный какой-то швеллер. Дырок на сверлить, и все нормально будет. Как-то так вот. Ну и одну туманку купить еще. Отверстия у меня сделаны под ним. То есть, надо кратко взять, поставить их и подключить. И будет вообще огонь. И все четко. Ну, в общем, все, ребят, домой. Выдвигаемся. Время час уже. Как-то нормально. Выгрузили быстро. Все, стартуем. Сосисона жует. А? Нет. А что тогда тебе пить эти пирожки? Или может все-таки шашлыка поешь? Нет. Или колбаску будешь? Нет. Нет. А что ты не хочешь? Я буду есть шоколадную колбаску. Ага. Хрен там тебе шоколадную. Не пить шоколадную. Сейчас вам картошки, пирожки или супа. Мы вернем, да? Ммм. Да. А как ты хотел? Степан, лопай давай салат. Салат лопай. Ммм. Сейчас ангlat. Попробуем. Продолжение следует...